По словам губернатора, ключевую роль в и нынешних экономических условиях будут играть деньги иностранного бизнеса. Привлекать их в край рассчитывают с помощью специальных инвестиционных контрактов. Они дают возможность на господдержку и, самое главное, гарантируют неизменность налоговых правил игры в течение 10 лет. Специальный инвестиционный контракт – это сегодня единственный механизм, единственный инструмент, который позволяет нам более-менее уверенно смотреть в дашний день. По сравнению с правительством, также предусмотрена возможность, что на оригинальном уровне можно тоже их заключать. И все-таки в основе там лежит денежный момент, то есть объем инвестиций. Я думаю, что все-таки надо исходить с того, не за объем инвестиций денег, сколько вложил или вложит инвестор. И звучит в том числе и того, насколько необходим вот этот инвестор или специальный инвест-контракт субъекту. И мне очень важно, чтобы на нашей земле, региональной, краевой земле, работал качественный трактор и качественный комбайн, который позволяет максимально собрать и сохранить тот самый урожай, который сегодня на Кубани производится. Рынок должен оставаться рынком и право должно оставаться выбора за покупателем сельхозяйственной техники. Мы заинтересованы в стимулировании и наличии как минимум одного производителя, который придет и проинвестирует в ту отрасль, в производство того продукта, в котором мы заинтересованы, чтобы компетенции его производства были у нас в стране. Одним из условий специального инвестиционного контракта является локализация производства в России. В Краснодарском крае уже определены приоритетные отрасли. Это сельхозмашиностроение, производство оборудования для перерабатывающей промышленности и выпуск струйматериалов. Успешный пример такой работы – это компания «Клаас», которая выпускает агротехнику на Кубани. Она первая в России подала заявку на заключение специального инвест-контракта. Продолжение следует...